Республики. Владислав Николаевич, ЛНР сегодня отмечает День Республики. И вот оборачиваясь на прошедший год, считаете ли вы, что референдум тогда был единственным выходом? Люди были настроены конкретно именно на такие шаги. Они должны были заявить о своем видении выхода из сложившейся ситуации, и они воспользовались этим случаем. В результате прошел референдум, который определил государственную самостоятельность ЛНР. Появились сообщения, что НР не исключают автономии в составе Украины. На каких условиях возможна эта автономия? Единственный выход из сегодняшней проблемы, которая у нас сложилась, противостояния между НР и Украиной, есть неукоснительное выполнение Минских соглашений. А эти Минские соглашения, они определяют порядок действия, определенный. И вот Украина это называет децентрализацией, Европа называет это федерализацией, можно назвать это автономией. Но конкретные шаги, значит, четко обозначены в этом Минском комплексе мер. И, естественно, НР будут неукоснительно придерживаться этого комплекса мер и обеспечивать со своей стороны выполнение каждого шага, предусмотренного этим планом, и ожидать от Украины таких же действий. Значит, в результате Украина должна получить те преобразования, которые сделают из нее реально демократическое государство. И в таких условиях автономия, либо какая-то другая форма совместного существования с Украиной, они находятся в контексте этого решения проблемы. Ну а вообще начались ли переговоры с Киевом по политическому устройству Украины? Значит, сделан был только первый шаг. Мы в начале мая запустили рабочие группы, одна из которых действительно занимается решением вопросов политических и компетенции, к которой относятся и конституционная реформа, и модальности проведения выборов, и все остальные вопросы, лежащие в плоскости политического разрешения проблемы. Но пока на сегодня реальный диалог по предмету компетенции этой рабочей группы еще не начался. Спасибо. На вопросы вести отвечал полномочный представитель Луганской Народной Республики Владислав Дейнегов.